Зачем мне бросать курить? Давайте ответим на вопрос. Зачем бросать курить? Вы можете привести сотню доводов, процитировать сотни фраз, прочитанных на упаковках сигарет. Но я хочу от вас откровенности. Просто задумайте и честно ответьте сами себе. Зачем я хочу это сделать? Постараюсь угадать. Вы беспокоитесь о своем здоровье. Я угадал? Если нет, напишите пожалуйста в комментариях. Вы, как любой другой курящий, несмотря на то, что прилюдная часть них заявляет, что им нравится курить, и они никогда не задумывались о том, чтобы бросить сигарету, испытываете чувство тревоги за свое здоровье. Возможно, последствия курения уже чувствуются, а может вы их пока не замечаете, но знаете, что в любую минуту вам могут поставить опасный и страшный диагноз. Несмотря на всю кажущуюся несерьезность этого развлечения. А ведь многие воспринимают сигарету как игрушку, способ скоротать время, пообщаться с приятелем, выскочить в курилку из офиса и прочее, прочее, прочее. И такое отношение длится до решающей минуты в жизни, пока вы не принимаете решение бросить курить. С чем это связано? Причин много. Возможно, вы все же задумались над предупреждениями, которые исписаны все пачки сигарет. А возможно, это решение навеяно антирекламой, или вы приняли это решение под влиянием каких-то других факторов. Неважно. Главное, что вы стали иногда об этом думать. Самый нерешительный обычный тянут до последнего. Часть людей, пытающиеся избавиться от никотиновой зависимости, обращаются за советами к таким же курящим знакомым. Но что может посоветовать курящий бросающему курить? Своими ошибками он не поделится, потому что он сам их не понимает. Более продвинутые посоветуют обратиться к врачу, посмотреть видео, почитать книжки. К сожалению, процентов, избавившихся от курения, таким способом крайне мало. Освободиться от зависимости хотят все курящие. Это второй довод бросить курить, после заботы о здоровье. Идти домой не беспокоиться, что у вас закончились сигареты, и что вам придется ночью идти в магазин, так как до утра вам не дотянуть. Или посидеть более часа в офисе, думая не только о перекуре, а попытаться сконцентрироваться и что-то сделать по работе. Вы езжать на природу, наслаждаться чистым воздухом, без хрипоты при вдохах, совершать длинные переезды, без хождения по поезду, поисках места, где можно перекурить. Но все вышеперечисленные, лишь внешние факторы зависимости, а есть еще и внутренние. Вы постоянно напряжены, вам тяжело думать, сконцентрироваться, взять за ту или иную работу. Вы испытываете слабость, раздражение, но стоит сделать только несколько затяжек, как весь мир становится иным. Вы испытываете легкость, расслабленность и легко концентрируетесь. Вам легче принять то или иное решение. Но парадокс заключается в том, что закурив, вы на короткий момент становитесь некурящим. Именно эти ощущения испытывает некурящий постоянно, а вы только когда закуриваете. Иронии судьбы вы не находите? Конечно же нет. Это всего лишь вопрос выбора.